Как ты думаешь, ты одинаков проигрывал, когда думаешь о своей жизни? Казак! Браво! Казак! На! Еще! Нет! Нет! Е-е-е-е! Здравствуйте! Доброго дня! Расскажите, будь ласка, кто вы? Звездки лявы? Мы блогеры. Оля, иди сюда. Это Лига уличного футбола. Мы ездим по восьмим разным городам в нашем первом сезоне. И вообще квинтэссенцией всего проекта стала финальная игра с командой профессионалов, команда «Ингулец». Наши футболисты из разных городов борются за главный приз 100 тысяч гривен. Потом мы создаем сборную из этих лучших, и они играют с «Ингульцом». Так как много было в комментариях хейта по поводу того, что у нас нет ничего на украинском языке, для этого у нас появилась Оля, которая... Всем привет! И я хочу сказать, что это совсем инше башня украинского футбола. Это тут играют непрофессионные футболисты и те, кто не смог себя, скажем так, проявить в профессиональных командах. Поэтому мы для них делаем такой, скажем, шанс, где они могут себя проявить и рекомендовать, и играть даже за профессионную команду, как «Ингулец». А почему вы не «Ингулец»? На самом деле это один из самых быстро развивающихся клубов Украины. Если мы можем увидеть по тенденциям, которые они заложили, начиная с 2013 года, и уже играют в премьер-лиге, это финалист кубка. И именно поэтому выбор пал именно на «Ингулец». И тем более, что команда така, скажем, сельской местности, и тут хлопцы майже все прийти от первой лиги до премьер-лиги. И, скажем так, будет, скажем, для тех хлопцев, которые прийдут сюда и играют с ними в финале. Будет шанс, и они играют с ними на таком уровне и могут проявить себя более. Вы впервые тут? Да. Да, мы в первой разе. Какие ваши первые впечатления? На самом деле круто тем, что это село, звичайно, тут нет такой, скажем, инфраструктуры, как такой для профессиональной команды. Команда занимается на том, что, ну, с чего и начинала, но круто тем, что они проявляют себя в премьер-лиге достойно. И, скажем, не идут остальные, там, остальные сутки. Оля, здесь не было сутки интернета. Ты бы смогла здесь прожить без интернета сутки? Да, без суток. Я бы не знала, чем ты собираешься. Ты сама с села просто? Да, я сама из сельской местности, и круто, когда нет интернета, ты отчасти от интернета взагалі. И если есть мяч, и есть футболисты, то с ними можно играть в футбол, то это вообще высший уровень. Потому что я вросла, у меня дом был такой, как он находится, тот самый дом, из стадиона через дорогу, и не играть в футбол, в моем варианте, это невозможно. У меня велика семья, и это очень круто, когда можно проявлять себя. Чему саме футбол? Потому что это эмоции, это совсем иное желание проявлять и доказать другим, даже девчатам, батькам, хлопцам, потому что футбол – это тоже женский вид спорта, и было бы круто, если бы сейчас набирал этот женский футбол оберт, и он бы стал популярным, как мужчина. Ну, в общем-то, после взрослых, то наша главная цель, зачем мы сюда приехали. Ну, чтобы развивать украинский футбол, много всего не нужно, а нужно все вважание, финансирование и, скажем, самих футболистов. Если есть все эти три компоненты, то проблем никаких нет. И перешкоди, если будут все перешкоди, которые будут на нашем шляху и на шляху футболистов, то они им даются, чтобы потом результат был красивый, и смак результатов был солодчий. Ну, мы еще приедем в четыре разных города, проведем отборы там, после чего сыграем в финал восьми команд, это будет плей-офф система, выявим одного победителя, он получит заслуженный свои сто тысяч, после чего мы проведем такой опрос и создадим сборную лучших из восьми городов. После вот этих всех просмотров, собственно, и состоится финал. Это будет настолько круто, потому что это будет объединение всего народа, и я думаю, что до того времени ситуация с ковидом немного изменится, и болевники позволяют присутствие на триболах. Да, но это будет реально очень круто. Представьте, если кто-то из нашей лиги и попадется на глаза главному тренеру, и он решит его взять на сборы, допустим, зимние. Это главная мотивация, которая заставляет людей приходить в наш проект, поэтому следите внимательно за нашим инстаграмом и за нашими анонсами. В какой город мы в следующем приедем, приезжайте, пробуйте свои силы. Так что, до встречи в востоком новом месте. Давай, 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 тише! Я. Пишем, может, на нашу? Давай. Да, 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 на вашу обязательно. Один, один! Один, 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 один! Подсказывай, подсказывай, подсказывай. Один! 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 Всем привет, ребят, меня Игорь зовут. У нас проект Лига уличного футбола, не знаю, может он что-то слышал. Мы хотим всех вас пригласить. У нас есть проект устроен на челленджах. Если вы не против, я могу с вами поучаствовать. Оля у нас будет как в роли ведущей. Все смотрели его в Кальмана сериал, может кто-то видел. Там один из челленджей был, ведущая, она будет стоять у нас спиной, у там ворота. Зараз будет весело. Все точно. Оль, ты готова? Еще один? Еще тришки! Давай, а ну посчитай. Раз! Два! Три! 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 Раз! Три! Три! Парф! Слова! Я пошел. Я тоже. Два! Парф! Я тоже, да? Я тоже, да? Так, поехали. Раз! Вперед, к нам! Самый технический! Оля, командуй! Раз-два-три бей! Все сразу! Полежать ему! Упал, у него все мячи! А мы еще последним ударили! Я ждала тебя!